Добрый день, уважаемые коллеги! Сегодня новости с профессором Ткачевой и в гостях у меня очень известный уролог Дригорий Георгиевич Кривобородов. Это профессор, заведующий отделением урологии Российского генетологического научно-клинического центра Российского национального исследовательского и медицинского университета имени Николая Ивановича Пирогова. Добрый день, Григорий Георгиевич! Спасибо вам, что согласились сегодня с нами обсудить очень интересные проблемы. Григорий Георгиевич, мы будем говорить о раке предстательной железы, о том, как правильно скринировать. И сразу возникает такой вопрос, какие скрининговые тесты реально сегодня существуют и насколько они информативны? И в каком возрасте, самое главное, нужны эти скрининговые тесты, а в каком они не нужны, возможно? Давайте сначала поговорим вообще о методах скрининга рака предстательной железы. Да, добрый день, Ольга Николаевна! Добрый день всем, кто может быть нас слушает или будет слушать. Действительно, с помощью наших коллег и с помощью, прежде всего, Ксении Алексеевны, мы сегодня решили подготовить небольшие такие новостные какие-то моменты, связанные с диагностикой рака предстательной железы у мужчин, потому что увеличивается средняя продолжительность жизни на планете, увеличивается число мужчин в возрасте старше 70-80 лет. А рак предстательной железы, буквально несколько слайдов, вот обратите внимание, эпидемиология, рак предстательной железы сегодня является второй причиной смертности среди онкологических заболеваний у мужчин. Конечно, последние годы резко увеличилось число больных с раком предстательной железы мужчин, но прежде всего это связано с тем, что у нас появился тест такой, на простат специфический антиген. То есть, был изобретен вот этот вот биохимический маркер заболеваний предстательной железы. Что такое ПСА? Это белок, который вырабатывается под клетками предстательной железы секреторной. И у мужчин с раком предстательной железы клетки, естественно, делятся быстрее, и этого белка становится больше, чем у мужчин без рака предстательной железы. И, соответственно, определяя уровень простат специфического антигена в крови, можно заподозрить рак предстательной железы. Но очень важно подчеркнуть, что этот маркер, он не является специфичен для рака. Он может быть повышен при различных заболеваниях предстательной железы. При доброкачественной гиперплазии, при остром воспалении, хроническом воспалении ткани предстательной железы. Но все-таки при раке предстательной железы он увеличивается очень-очень часто. Вот такой еще тоже момент очень неоднозначно в плане скрининга мужчин с подозрением на рак предстательной железы. Почему? Потому что даже при небольших значениях ПСА, вот как показано здесь на слайде, до 2 нанограмм на миллилитр, если выполнить биопсию предстательной железы, то у 10% мужчин можно выявить рак предстательной железы. Сегодня очень активно обсуждается, ну и уже в последние годы, так называемый термин латентный рак предстательной железы. То есть это может быть тот рак предстательной железы, который мы диагностируем посредством биопсии, но он может быть никогда не будет клинически значен. И этого пациента может быть и не надо никогда будет лечить от рака предстательной железы. Вот на этом слайде буквально два исследования, хотя их, конечно, гораздо больше. Это одно из первых исследований в отношении скрининга рака предстательной железы. Здесь правильно тоже сказать, чтобы все это понимали. Это очень важно для гериаторов, для врачей и общей практики прежде всего. Я думаю, что существует так называемый популяционный скрининг. И в начале, когда ПСА был изобретен, все как раз были очень заинтересованы в популяционном скрининге. То есть попытаться взять всех мужчин в возрасте старше 50-55 лет и определить ПСА. И если он будет повышен, то диагностировать рак предстательной железы. И важно его диагностировать именно в ранних стадиях, так называемая локализованная форма рака, когда есть курабельные варианты лечения, которые позволяют мужчину избавить от онкологического заболевания. И вот такой популяционный скрининг был проведен в Соединенных Штатах Америки, 10 центров. И оказалось, что несмотря на то, что мужчин скринировали на протяжении 7 лет, не было выявлено никаких преимуществ в отношении выживаемости этих пациентов. Как общей, так и канцерспецифической при раке предстательной железы. Григорь, можно я спрошу? Да, конечно. То есть этих пациентов, у них выявили ПСА повышенный, их прооперировали или нет? Это были пациенты, которым некоторых пациентов прооперировали, некоторых пациентов проводили другие варианты лечения. У некоторых пациентов рак предстательной железы выявлен не был, потому что это был популяционный скрининг. Но если взять этих всех пациентов, у которых определили ПСА, и потом посмотреть выживаемость, то оказалось, что несмотря на то, что этих всех пациентов скринировали, общая выживаемость и канцерспецифическая выживаемость не изменилась. Это вот такая вот загадка. А в Европе провели исследование, которое показало, что общая выживаемость тоже никак у этих пациентов не изменилась. Но вроде бы через 9 лет скрининга смертность от рака предстательной железы уменьшилась на 20%. То есть два противоречивых, в принципе не такие большие цифры. Противоречивые очень были получены данные. И благодаря опять же врачам общей практики, прежде всего из Соединенных Штатов Америки, Ситуация в отношении популяционного скрининга резко-резко изменилась. Сегодня считается, что популяционный скрининг мужчин в отношении рака предстательной железы не целесообразен. Целесообразна только так называемая ранняя диагностика. Когда пациент знает все преимущества и отрицательные моменты связаны с этой программой. Когда пациент сам хочет участвовать в этой программе раннего определения рака предстательной железы. Вот обратите внимание на этот слайд. Я к сожалению не успел перевести на русский язык, но я прочитаю. Вот если мы возьмем 1000 мужчин в возрасте старше 55 лет, определим у них ПСА. У 240 он будет положительным примерно. 100 пациентам мы выполним биопсию предстательной железы, потому что 140 скорее всего откажутся по каким-то причинам. И вот когда мы выполним биопсию предстательной железы, то у 80, когда мы выполним, извиняюсь, 240 мы выполним биопсию предстательной железы, мы уста получим положительные результаты 80 пациентов будут пролечены либо результатами хирургии то есть либо оперативное вмешательство либо лучевая терапия и в результате что мы получим всего один или два пациента они получат преимущество отношения этого скрининга почему потому что они избегут избегут серии смерти в следствии рака предстательной железы готовы 999 пациентов пройти обследование на пса и получить массу массу проблем для того чтобы только один или два пациента выиграли от этого скрининга какие проблемы скажите пожалуйста то есть получается мы сделали писать и писать дальше мы сделали значит провели инструментальные исследования там пункцию сделали и даже после этого после того как мы диагноз верифицировали участие пациентов это никак не будет влиять на прогноз как это вообще можно объяснить и вообще кому надо лечить рак предстательной железы а кому не надо лечить вот совершенно правильное замечание вот здесь показано смотрите 20 50 процентов мужчин у которых по результатам биопсии будет выявлен рак предстательной железы будут иметь такие формы рака предстательной железы которые никогда не будут на протяжении их жизни клинически значимы то есть они не вызовут никакие проблемы для жизни а это не гистологически можно понять гистологически мы определяем рак предстательной железы мы понимаем что это начальная стадия форма рака предстательной железы но мы не можем к сожалению сегодня сказать четко какие пациентов этот рак предстательной железы будет представлять угрозу для жизни а у каких он будет так спокойно существовать даже есть такой термин платентная форма рака предстательной железы а если бы вы вот вы как А доктор, вам на прием приходит пациент, у которого вы выявили начальную форму рака предстательной железы. Ваши действия? Сегодня есть совершенно четкие, ну как бы не четкие, но есть определенные руководства, в соответствии с которых мы диагностируем пациентов с раком предстательной железы на группы риска. Их достаточно много. Это уровень ПСА, форма рака предстательной железы по классификации глиссона. И прежде всего, вот вы правильный вопрос задаете, прежде всего это ожидаемая продолжительность жизни. Поэтому для геронтологических пациентов, для пациентов пожилого возраста это очень важный момент. В руководствах по лечению рака предстательной железы всегда было написано, что показания к курабельному варианту лечения, к курабельному варианту лечения рака предстательной железы является не наличие рака предстательной железы, а ожидаемая продолжительность жизни более 10-15 лет. Потому что предыдущие исследования показывали, что если рак находится, локализованная форма рака приведет к метастазам или другим каким-то проблем примерно у 67% больных в течение 7-10 лет наблюдения. Поэтому если мы имеем пациентов, которые по результатам гериатрической оценки возможно ожидаемая продолжительность жизни не столь высока, надо ли ему вообще тогда определять уровень проста специфического антигена? Надо ли его включать в эту программу? Это очень-очень большая проблема. Но всегда на первом месте, вот когда вы мне спросили, я хочу ответить, всегда на первом месте, конечно, желание пациента. Если он готов подвергнуться скринингу рака предстательной железы, да, мы, конечно, тогда это выполняем. Если мы определили рак предстательной железы, и даже есть признаки того, что, скорее всего, пациент умрет от других заболеваний, а не от рака предстательной железы, но он не готов жить вот с этим грузом, так сказать, того, что у него рак предстательной железы, тогда мы выполняем, конечно, лечение. Ну, и я хочу обратить внимание, вот на осложнение лечения, оно же тоже не очень простое. Смотрите, 60 или более пациентов, которые подвергнутся оперативному лечению, будут иметь серьезное осложнение в виде недержания мочи, которые потребуют, консервативно никак лечиться не будут, и потребуют протезирования установки искусственного сфинктера мочевого пузыря. И они будут иметь, конечно, эректильную дисфункцию, которая тоже, скорее всего, потребует имплантации протеза полового члена. То есть, это непростые варианты лечения в этой категории больных. Ну, и что мы сегодня имеем из рекомендаций европейских статус урологов? Принимая во внимание результаты пяти последних рандомизированных клинических исследований, вот такие выводы. Да, скрининг позволяет более эффективно диагностировать и более часто выявлять рак предстательной железы. Мы выявляем более локализованные формы заболевания, но это никак не влияет на выживаемость пациентов и ни на общую, ни на канцерспецифическую. Вот такая ситуация. Ну, и последняя работа, она как раз и посвящена этому вопросу, но больше с прицелом на пациентов в возрасте старше 70 лет. Это такое исследование европейское, оно проводится в течение длительного периода времени, а сегодня просто коллеги из Голландии предоставили нам эти свои данные у пациентов старше 70 лет. И вот какие выводы они делают из своего исследования, что мужчины в возрасте от 70 до 74 лет, которым определили уровень простатспецифического антигена, имеют очень маленькую вероятность умереть от этого онкологического заболевания, если у них цифры ПСА оказались нормальными. Поэтому они говорят о том, что скрининг, скорее всего, этих пациентов не нужен, нужна только ранняя диагностика и даже ранняя диагностика у мужчин старше 70 лет с уровнем простатспецифического антигена менее 3 нанограмм на миллилитр может не проводиться. Почему? Потому что риск умереть от рака предстательной железы у них будет крайне низок. Но есть одна оговорка. Мужчина 70-80 лет, 60 лет, они могут иметь разный образ, но они могут иметь разную ожидаемую продолжительность жизни. Если мужчина даже 80-70 лет имеет хорошее общее самочувствие, состояние, то и ожидаемая продолжительность жизни 10 лет и более, тогда с ним все-таки необходимо обсудить вопрос, опять же, не о скрининге, потому что таких мужчин, скорее всего, не так много, а именно о ранней диагностике. И вывод такой, что каждый раз, когда мы имеем пациента на приеме у врача общей практики, у гериатора и уролога, мы должны совместно с пациентом обсуждать вопрос определения уровня простатспецифического антигена с точки зрения возможных преимуществ, если мы определим рак предстательной железы. Вот такие результаты этого последнего и последней публикации. Насколько я понимаю, у нас еще есть одна публикация. Да, еще одна работа, она более важна. Это более важная работа на самом деле. Почему? Потому что это МРТ. Она как бы вытекает из скрининга рака предстательной железы. Да, мы определяем ПСА, он повышенный, пациентам выполняем биопсию, выполняем лечение, может не надо им делать. То есть очень важно определить пациентов с повышенным ПСА, которым действительно надо выполнять биопсию предстательной железы. И наши коллеги-лучевые диагносты, они разработали методику мультипараметрического магниторезонансной томографии с использованием контрастного вещества, на основании которой изображение, когда мы получаем, были созданы специальные номограммы и классификации, которые позволяют оценить характерные изменения в ткани предстательной железы именно для рака предстательной железы. Это так называемая система ПИРАЦ или ПИРАЦ, кто как называет, наверное, ПИРАЦ, правильно. Вот если по результатам этой системы оценивается изменение предстательной железы как 3 и больше, максимальный балл 5, минимальный 1, то это говорит о том, что скорее всего у пациента есть действительно рак предстательной железы, ему необходимо выполнять биопсию предстательной железы. Но даже самое главное, самое важное, что до течения длительного периода времени биопсия предстательной железы проводится просто под результатами, под контролем ультразвука. Но сегодня уже последние, наверное, 5 лет во всем мире очень широко распространена так называемая фьюжн-биопсия, когда результаты магниторезонансной томографии на диске переносятся на специальный ультразвуковой аппарат, и когда мы его включаем и загружаем эти данные, то мы уже на картинке ультразвукового аппарата видим те данные и те участки, которые были определены по данным МРТ, и мы можем выполнить биопсию прицельно и более точно. Проблема биопсии еще в чем состоит? Допустим, ПСА повышен, мы выполним биопсию, она отрицательна, а пациент все равно не уверен, что у него нет рака предстательной железы, тогда он нас спрашивает, а зачем вы определяли мне ПСА, если вы точно не можете сказать, у меня есть рак предстательной железы или нет. Раньше мы просто делали 3-4 биопсии с интервалом 3-6 месяцев, и если они были отрицательны, несмотря на то, что ПСА высокий, мы разводили руками и говорили, ну, скорее всего, у вас нет рака. Сегодня уже многие пациенты, они не хотят, чтобы вы выполняли просто биопсию предстательной железы, они хотят именно биопсию под ультразвуковым контролем с учетом данных МРТ исследования, поскольку это более диагностически важно и более значимый можно получить результат. Ну, вот исследование, в принципе, этому посвящено, и они просто говорят о том, что для более значимой интерпретации результатов магниторезонансной термографии важно, чтобы это оценил не один врач, а может быть два, и тогда вот эта оценка измельнения предстательной железы по системе ПИРАТ, она как бы становится более и более значимой, более диагностической ценностью. Ну, то есть должны все-таки это исследование анализировать хорошие экспертные центры. То есть тут очень важно, какова экспертиза. Опять мы говорим о квалификации врача. Григорий Георгиевич, огромное вам спасибо, очень интересно, хотя на самом деле, я думаю, что для наших коллег наша сегодняшняя дискуссия, может быть, даже поставила больше вопросов, чем дала ответов. Ну, на самом деле ситуация такова, да, и мы будем ждать новых исследований, новых публикаций, Григорий Георгиевич, на эту тему или на публикации, которые касаются других урологических проблем, и с удовольствием еще раз с вами их обсудим. Большое вам спасибо. Да, и вам спасибо тоже большое. Предоставленную возможность поделиться новыми данными. Спасибо, коллеги. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok